Итоги работы за 2016 год на неделю подвело управление ЗАГС по республике. По данным, в прошлом году в органы ЗАГС обратился каждый пятый гражданин Якутии. При этом удовлетворенность работы этого учреждения высказали 93% обратившихся. Ну а как показывают акты записи гражданского состояния в республике, стали меньше рожать, но и количество умерших также сократилось. Якутияне стали больше разводиться, при этом меньше заключать браки. По порядку и в деталях Юлия Михайлова. По сравнению с 2015 годом в Якутии в 2016 стали меньше рожать. Разница составила 1130 малышей. Пик рождаемости в Якутии наблюдался в 2014 году. Какие причины влияют на спад рождаемости? Мы стоим на пороге демографического провала, серьезного. Это связано с тем, что у нас сейчас рождаются дети поколения 90-х годов. Это первое и второе. А дети поколения 90-х годов – это дети, которые были рождены от поколения, прошедших Великую Отечественную войну. И также на снижение рождаемости в 90-х годах у нас повлияла экономическая ситуация 90-х годов. В прошлом году рождаемость снизилась в 25 районах и городских округах Якутск и Жатай. И лишь в шести районах малышей появилось больше, чем в 2015 году. В стране и в каждом субъекте Российской Федерации повысить рождаемость стараются с помощью материнского капитала, различных мер поддержки семьи. Материнский капитал мы знаем, сколько лет действует. Точно так же правительство республики принимает тоже свои меры социальной поддержки семьи с детьми. По выделению земельного участка, по всей республике это действует в нашем субъекте. А вот и все субъекты Российской Федерации тоже принимают свои меры, исходя из своей финансовой ситуации. В 2016 году почти на полторы тысячи меньше зафиксировано заключенных браков. А вот количество разводов увеличилось на 58. Меньше стали устанавливать отцовство, усыновлять и удочерять. И это тоже отчасти отражение сегодняшней экономической ситуации. У нас увеличивается возраст вступления в брак. Причем и увеличение возраста идет как у женщин, так и у мужчин. Если сравнивать с 80-ми годами прошлого столетия, будем так говорить, активное население вступления в брак от 18 до 24 лет составляло 62% мужчин и 68% женщин. То сейчас ситуация другая. Мужчины 22%, женщины 36%. Экономической причины. Потому что каждый должен быть уверен в том, что он сможет обеспечить себе определенное качество жизни. Цены растут, доходы падают, значит нет возможности купить достойное жилье. А вот некоторые якутяне решились круто изменить свою судьбу к лучшему, поменяв свое имя. Таковых в 2016 году на 82 человека больше, чем в 2015. Всего 1068 человек. А вот какие имена дают родители своим детям при рождении? Кирилл, Виктория лидируют вот уже много лет. Виктория латинское слово победа, а древнегреческое имя Кирилл означает господин владыка. В 2015 году популярное имя было у девочек Виктория. На втором месте София. Ну и все остальные там допустим такие имена, как Анна, Елизавета, Ксения. Если говорить об именах для мальчиков, то там тоже ежегодно у нас это Кирилл, Максим, Александр. Единственное могу добавить, что якутские имена это Арсан и Дамир. Ну что касается редких имен, то это чаще всего двойные имена. А вот какие инновации вводит ЗАГС в своей работе. С этого года госпошлины на оформление документов через портал Госуслуг подешевели на 30%. А с 2018 года заработает единый государственный реестр ЗАГС на всей территории России. Но получить повторные документы при утере можно будет, как и прежде, в архиве ЗАГС. Здесь продублированные записи актов гражданского состояния хранятся 100 лет. Затем передаются в архив республики. Вот золотинка начинается. Первый, второй, третий, четвертый, четвертый, четвертый. Как и в случае с моим первоначальным утерянным свидетельством о рождении, по сей день ошибка отражена в главном документе гражданина паспорте. В выданном повторном свидетельстве о рождении указано новое название места моего рождения. Теперь восстановить свой первый и главный документ мне придется в судебном порядке. Если же, допустим, первый экземпляр не сохранился в отделе ЗАГС по месту государственной регистрации акта гражданского состояния, значит, люди получают в отделе ЗАГС извещение об отсутствии записи акта. С этим самым извещением люди обращаются уже в архив управления ЗАГС. И при наличии этого сообщения мы производим поиск по вторым экземплярам. Значит, в случае, если мы нашли, выдаем повторное свидетельство, но если не нашли, также выписываем извещение об отсутствии. С данным извещением гражданин обращается в суд для восстановления записи акта. Ну а оценить и проанализировать, как изменилось состояние общества республики за прошлый год, можно будет совсем скоро. Информационно-аналитический обзор госрегистрации актов гражданского состояния будет опубликован в первом квартале этого года. Юлия Михайлова, Андрей Рукавишников, Владимир Павлов, Юрий Филиппов. Якутия. День за днем.